Всем привет! Все у нас небольшие такие будут новости Турции, капитальных конкретных новостей у нас здесь так немного. Но у меня просто я эти новости снимаю для того, чтобы приближается к нам сезон туристический. Мне повалили вопросы от туристов, которые покупали туры или соблазтоятельные билеты. Вот я сняла видео по ХС-коду, меня поблагодарили. Пожалуйста, мне было нетрудно разобрать вам этот вопрос. А сейчас вопросы по ковиду, по вакцинации, вообще по этой ситуации, по заболевшим. И что же вас опять там закрывают? Рамадан же на носу, месяц поста. Ой, так что давайте сегодня об этом я вам немножко расскажу, что здесь происходит. Очень сильно новости сейчас активно сторщают с этой ситуацией заболевшими, что в Европе Турция на первом месте по новым заболевшим, по смертям очень возросли смерти от ковида. Ковид переродился, и сейчас тесты вообще практически, ПЦР неэффективны. Я с этим абсолютно согласна, что во многих случаях он не показывает, что человек болен. Или показывает, у меня у знакомых тоже было, что человек не болен был, у него был грипп, просто показал ПЦР положительный, потом передача анализов, ПЦР отрицательный, и антител не нашлось вообще. То есть человек и его там семья короной, никто не болел, это был просто грипп. И вот этих моментов же просто пальцем в небо, поэтому тесты не очень эффективны. Типа, что сейчас уже появился перерожденный вирус такой, что его и ПЦР вот эти тесты уже не ловят вообще, практически не показывают, болеешь ты им или нет. То есть они отрицательные. То есть вообще в них смысл пропадает. Короче говоря, по телеку это все активно, что сейчас в телевизоре и в турецком, открываешь каждый вечер новости. Это опять же, мы вернулись практически на годовалый вот этот уровень. Вообще сейчас в мире третья волна идет. Только в некоторых странах не будем показывать пальцы, например, в моей стране. Об этом не говорят, у нас мы же вообще ковид-то победили. Люди также умирают и болеют, в больницах переполнено, у всех все в порядке, типа ничего нет. И люди сидят и думают, ой, а в Турции все фигово, там опять все болеют, в отпуск туда не едем, надо ехать в Сочи, в Крым, что у нас по телеку показывают. Да нет, сейчас побили, это сейчас вокруг везде происходит, это во всех странах. Вы посмотрите новости какие-то европейские на английском языке, если вы знаете, посмотрите, что в мире происходит. Это просто в других странах, не во всех, да, об этом рассказывают. Эту информацию не скажу, утают, но не афишируют просто, вот и все. Это не выгодно, потому что это же бизнес, туризм и вся история. Так вот, в телеке сейчас, в турецком, очень активно эта тема нагнетается, чтобы люди вбезопасились, меньше контактировали. Да, нас закрывают рестораны опять на месяц Рамадан с 13 апреля по 13 мая. Месяц у нас все рестораны не работают, субботу, воскресенье мы также сидим по домам. Почему это сделано? Ну, обидно, конечно, это наш, по сути, зимний этот период, 4 месяца до 2 марта, как мы сидели, все то же самое сейчас будет. Вот школы там вроде как непонятно, как-то кто, мы вообще ее закрывают. Нет, садики продолжают работать. По поводу ресторанов, компенсация будет полторы тысячи лир, это 15 тысяч рублей сотрудникам, которые сейчас будут месяц дома сидеть. Простите, это не зарплата, это, блин, в Стамбуле, Настя, ничего, ты на них, ну, продукты там купишь, ну, это даже на 2 недели. И, короче, это пипец, это не, понимаете, для жизни деньги-то меньше минимального прожиточного минимума. Ни о чем, короче, это компенсация на этот месяц. Все опять рестораторы просто за голову взялись. Короче, это жесть вообще, что тут было, когда мы это узнали. Но сказали, слава богу, нам за полторы-две недели до того, как это произойдет. Вторник, 13 апреля мы закрываемся, 13 мая мы открываемся, вот эти рестораны все. На пакет сервис с собой, брат, все так же работает, как и всегда, прийти в ресторане, посидеть, покушать нельзя. Почему? Потому что Рамадан и вечерний ифтар прием пищи, это когда все коллеги, сотрудники, семьи, соседи, все коллективный прием традиционной пищи ифтар вечерний. Соответственно, что у нас получается? Обмен бактериями, вирусами. Это всегда Рамадан, вечер, 8 вечера, это забитые рестораны просто. Все вместе, поэтому нас закрывают, чтобы еще больше этого всего не стало, типа не заражались бактериями. Маски. Идешь по улице, конечно, маски все наденьте, маску полицейские, на конях ездят в центре, на мопедах, на великах, на мотоциклах, на машинах. Всегда наденьте маску, наденьте маску. Детям до двух лет, по правилам, в Турции маски не нужны, вообще не имеют права заставить, но детям и старше, до школьного возраста, уже через раз родители одевают маски кому надо, кому нет, на выбор. Никто не прикапывается, полицейские замечания детям без маски не делают. Я не против. Если большое скопление людей, типа там магазина какого-то за продуктами, там на 10 минут зайти, я ребенка стараюсь маску надеть, потому что, ну, береженого Бога бережет, да. На улице или в общественных местах, где народа мало, никогда маски не носят. Что хочу отметить из такого, из новостей. У нас в садике у ребенка, у сотрудников, не говорят, конечно, кто, но все уже догадываются, у кого что, был ни у одного, причем ни у парочки сотрудников, или у трех, ковид положительный. Они заболели, садик закрыли на неделю, и там была дезинфекция капитальная, там обрабатывали все, садик через неделю открывают, вот, и при условии, что там обязательно, конечно, дети должны быть в масках. Ты кладешь ребенку две маски в день, там надо заранее их выслать будет. У детей в садиках хэс-код, ну, это всегда было с марта месяца, у детей тоже хэс-коды здесь есть, чтобы, если кто-то заболел из детей в группе, чтобы их отметили, вот, по этой программке прогнали, да, и подговнякать, подпортить им хэс-коды всегда, что они контактировали с заболевшим. Вот, на входе в торговые центры, в публичные места ресторана хэс-коды у детей не спрашивают, спрашивают просто у родителей, или у там двух взрослых, кто приходит. В ресторанах, вот, в Стамбуле практически во всех спрашивают хэс-коды на входе, ну, в провинции, я уже слышала много, и в маленьких ресторанах, недорогих каких-то, где немного народа, там через раз сотрудники спрашивают хэс-коды, и в ресторанах не везде отмечают. Что еще, уточнение, да, какие хочу нести, по номеру 2023, где получать хэс-код, если у вас есть парень турок или родственник, кто едет к родственникам в Турцию, на эту турецкую симку, если у вас ее нет, да, и приложение вы не скачиваете, про которое я в прошлом видео говорила, житель Турции может просто со своего номера телефона, со своей симки вот этот хэс-код вам сделать на номер 2023 смс-кой. То есть не надо быть владельцем номера телефона конкретного, которому там прикрепляется хэс-код. Просто пришлются данные на ваш там паспортный номер, дату рождения, национальности и так далее, вам присылают хэс-код, и штрих-код, бар-код, этот QR-код будет тоже присылан еще одной смс-кой, ссылка на это, на все онлайн. Поэтому любой, по сути, гражданин Турции вам может сделать хэс-код, чтобы вы понимали, если у вас эта проблема, у меня просто уточняющие вопросы на эту тему были. Про жизнь здесь людей скажу, что мы нафиг задолбались, честно скажу, надоела уже вся эта история. Многие люди, с кем я, друзья мои, да, сейчас делится общество на тех, кто до сих пор боится и трясется, кто сейчас вот телик смотрит, нагнетается, эта обстановка, ведутся на это. И таких, как я, мы носим до маски, соблюдаем правила на улице, ну там в бахче, во дворе и так далее. Мы уже нормальной жизнью маски там не носим и тому подобное. Детям маски не одеваем, потому что надоело уже. Уже пора привыкнуть к этому вирусу, скажем так, смириться, он все равно всегда будет уже с нами. Да, пандемия, печально ужасно, что люди умирают, болеют в моей семье. У меня у друзей очень многих, подруг умерли родители. Вот реально этой зимой, когда в России была вторая волна, ноябрь-декабрь, ну это жесть. У знакомых очень много умерло, взрослых таких. Мама моя как страшно там, да, переболела. И я это все понимаю. Но честно, уже вот здесь эта вся история надоела. И я вот пришла, пережила это все морально, страданиями, состраданиями людям. Я пришла к мысли, что, ну, что будет, то будет. Но бояться трястить, экстренно там себе обрабатывать колонией антисептиками, руки, не знаю, по 10 масок надевать. Потому что такие картины, видишь, люди наносят по 3 маски. Три бумажных маски этих, да, стандартных, разовых. Еще и пластика, вот эту вот штуку защитную. Или там прям на нос такой. У меня ребенок, мы недавно были, мужчина-женщина, типа спортом в парке занимались. Они шли вот в таких масках, но не на глаза. А вот такие на лицо, пластиковые, прозрачные. Это все запотевшие, у них больше не дышат. Они там по парку ходили, быстрой ходьбой. У меня ребенок сказал, мам, почему тети и дядя в наморднике? Я так подумала, истинно глаголят у стаями младенца просто. Они реально были как в намордниках. И они комфортно им было. В общем, на тему ковида и вируса общество разделено здесь. Здесь кто поддался панике дальше, потому что по телеку боится, трясется. И люди, которые, скажем так, уже заколебались, ничего уже не боятся, но при этом соблюдают какие-то там нормы. Ну, уже так не то, что наплевательски к ним относятся. Ну, сильно в голову это не берут, но все стараются. Не спрятать, я вот такой человек, я уже все, мне уже просто надоела эта история. И для туристов хочу сказать, кого стращают, что здесь все в Турции плохо. Все тоже так же, как и было раньше. На нашу жизнь вот эти новости, статистика из интернета, на поведение людей в общественных местах никак не влияет. Все так же, как и было. Поэтому отдыхать надо себе давать. Мы живем в напряжении уже второй год. И самое страшное напряжение — это страх смерти. Это ужасный страх. Один из самых сильнейших страхов у человека, который, может быть, хватит уже поддаваться этому и вообще депрессировать. Вот что я вам скажу. Я в плане том, что соблюдайте меры предосторожности, но имейте голову, пожалуйста, на плечах. И не надо поддаваться панике. Вот что я имею в виду. Ни к чему, ни никому, ни к чему не призываю. Нарушать какие-то общественные порядки, нормы и тому подобное. Так что у нас здесь нормально все. Месяц из-за рамадана, из-за вот этого приема пищи вечернего, когда все коллективами кушают, семьями огромными, конечно, это было бы способствовало распространению. Да, обидно, что нет ресторанов, не будет общественной вот этой жизни. Ну окей, еще месяц один. Я уже вообще на лайте ко всему. Окей, еще посетим, будет еще страшно. Скоро лето будет, скоро в отпуск отдохнем. Ждущих комментариев на эту тему. Под видео я оставляю всегда свою почту электронную в инфобоксе, для того, чтобы вы могли прислать свои вопросы, задать какие-то темы для видео, написать ваши истории анонимные для разбора видео и также записаться ко мне на психологические консультации. Ставьте лайки этому видео. Скоро увидимся. Всем пока.